Приветствую, друзья! Вот мне там в комменте написали спасибо, конечно. Но я там предлагал в прошлый раз за одну минуту, чтобы снимать стресс, любой сильный стресс, я предлагал пропевать то, что вам в голову приходит, вот это кошмарное, просто пропевать или протанцевать, или продирижировать. Видите, я сейчас опять повторяюсь, потому что это очень важно. Потому что вот это разные модерности, это разные органы чувства. И когда вы прорабатываете свой стресс, пропуская через эти действия, которые вам легче в данный момент, выбирайте те, которые вам легче. Петь легче вот этот стресс. Ну вот пойте, вот у меня стресс, вот у меня стресс, что же мне делать, вот пойте, да? Танцевать легче, танцуйте. Не можете громко петь, пейте очень тихо, почти шепот. Так во всех областях, во всех направлениях, о которых я говорю. И вот мне комменты пришёл. Сначала надо не негативное пропевать, а позитивное, вообще надо позитивное пропевать. Ради Бога, пожалуйста, если вам в голову идут позитивные мысли, пропевайте позитивные. А если вам не идут позитивные, друзья, так в чём преимущество, включая новизна его? Именно ты делаешь то, что тебе легче, чтобы снизилось напряжение, а потом делаешь то, что ты хочешь. Вот тебе идут только негативные, пропевай негативные. И когда ты заметишь, что ты освобождаешься уже, за счёт того, что то, что ты делаешь, соответствует твоему состоянию. Это значит, ты действуешь в соответствии со своим состоянием. То есть там нет внутреннего конфликта. То у вас снижается напряжение, потому что стресс из-за конфликта же возникает. Допустим, у вас плохое состояние, а вам психолог говорит, а вы думаете о хорошем. Вы говорите себе, мне хорошо, а как тебе хорошо, если тебе плохо? Тебе же трудно, и у тебя вот это противоречие, у тебя напряжение, наоборот, растёт. Поэтому ключ, подбирай себе действия синхронные к текущему состоянию в моменте. Тебе легко петь хорошие песни? Пой хорошие, кто тебе мешает. Но если у тебя стресс, который не позволяет тебе это делать, не надо так напрягать себя. А надо выпустить пар, наоборот. Надо петь плохое. Ну, закрой дверь, чтобы никто не слышал, чтобы не подумали, что ты... Да. Таким образом, ещё раз объясняю. Вот я недавно смотрел рекомендации. Когда человек такой храбрый, независимый, такой молодец, он так ходит с прямой спиной, он так сверху вниз на всех смотрит. Ну, молодец, прямо молодец. И вот поэтому рекомендуется, чтобы у вас было состояние такое храброе, такое независимое, свободное, ходить вот так. Вот так ходить. А если вы в этот момент в плохом состоянии, как вы так можете ходить? Опять стресс будет расти? Ключ. Что такое? Делай, что ты можешь с меньшими усилиями. Тебе хочется в этот момент не вот так ходить, как лом проглотил. А хочется тебе в плохом состоянии согнуться, скукожиться. Так и не носил у себя, скукожиться как следует. Раз. Ещё раз скукожиться как следует. Два. Ещё раз скукожиться как следует. И отпустит. И теперь ты уже можешь ходить с ровной спиной, как лом проглотил. Вот оно как, ключ. Что это? Подбирай действия, соответствующие, резонансные, синхронные, текущему состоянию в моменте. И когда ты это действие делаешь, у тебя снижается стресс, потому что там нет противоречия, нет конфликта между тобой и действием. Поэтому, друзья, приглядитесь, приглядитесь вокруг себя. Посмотрите, кто как себя ведёт, когда он в напряжении. Когда он в напряжении пытается быть внутрираскованный, сколько ему сил приходится на это прикладывать. И когда возникает какой-то вопрос, обязательно он сорвётся. А чтобы чувствовать себя свободно, чтобы чувствовать себя легко, надо тренироваться с нулевым состоянием. То есть подбирать себе действия, которые тебе подходят. И ты, когда подбираешь, находишь, например, лыжник, или шалтай-болтай, или плавательные движения, или в теннис играть, или фехтование, или бокс. Ты подбираешь по 10-15 секунд, примеряешь, как ботинки в магазине. Находишь действие, которое тебе соответствует, которое, ну, как ботинки, не жмут. Вот тебе это. То есть есть действие, которое тебе хочется продолжать. Разные-разные. Берёшь там 10-15-20 действий, по 10-15 секунд, и примерку делаешь себе. Можешь быть, звуковые действия, тепловые действия, я в следующем ролике расскажу. Это удивительная штука, это потрясающая вещь, когда вы за минуту можете научиться. Вы сначала подбирайте, ну, там может быть 2 минуты, 5 минут, вы так несколько дней делаете. Супер! Потом вы за одну минуту, а потом за секунды можете снимать любой стресс. В любом месте и в любое время. А вот насчёт времени у нас, значит, будет вебинар 1 декабря в 20 часов. Приходите туда, пожалуйста. Там я, там мой сын Олен, психолог, и моя дочь Шейла, психолог. Мы все в разных вариантах подаём материалы, вы их прорабатываете, и кому что подходит, кому что подходит, то и берёте. Поэтому мы как раз таки и работаем, да, семьёй. И там у нас есть семейные секреты, которые мы тоже вам расскажем. До встречи, друзья. После этого ваше состояние улучшится.